я вас приветствую дорогие мои друзья на канале лепилкина 62 сегодня я вам расскажу о своем новом инструменте это столярное донце вот оно перед вами я его сделал сам в общем по своей конструкции вот назначение этого донца состоит в том чтобы делать точную зарезку подуз после обработки допустим на торцовке или на распиловочном столе как правило после таких обработок плоскость не всегда бывает ровные в общем-то не идеальные скажем так но если довести до нормального состояния то есть у вас чтобы соединение было без щелей вот существует такой инструмент как столярные донцы конструкции бывают разные вот но принцип один это обязательно должен быть торцовочный рубанок вот ручной он может быть самодельный может быть уже готовый фабричный планка по 45 градусов которые прижимаем рейку и строгаем значит рубанок ходит по своему стуслу то есть как бы по направляющему его задача торцевать под 45 градусов рейку все другой задачей у этого рубанка нет вот я сделал его сам и стальной пластины шлифованы какая у меня была в общем из того что у меня было то и получилось значит здесь нож крепится на уголке уголок прикручены к пластине с обратной стороны вот сразу скажу значит но нож у нас по отношению к пазу находится на под углом 35 градусов заточка ножа 25 градусов вот нож значит крепится к другому плечу уголка простыми винтами нож я взял от рубанка электро банка ну а тентер скола можно от любого другого там уже есть пазы и очень удобно прикручивать можно регулировать я его конечно по высоте по длине обрезал ну и переточил там был угол где-то 40 градусов переточил на 25 теперь сама направляющие значит это паз он выполнен он у меня не фрезерован в общем-то просто прикрутил сверху еще лист с фанерой с другой стороны прижимная планка тоже с фанерой вот если торец смотреть а вот этот паз но это для того чтобы стружка не мешала проходу рубанка чтобы она сюда сыпалась пыль стружка чисто для этого значит регулировка производится вот таким образом но и чтобы избежать люфт эта планка у нас она ходит тут пазы у меня мебельная гайка винты m6 вот прижимаем значит плоскости рубанка закручиваем все добиваемся такого положения чтобы не было люфта но время от времени надо конечно подтягивать потому что все таки все таки дерево не металл может отойти или сточится так но теперь как работать на нем и так берем уже зарезанную под уз рейку зарезанную в размер вот этим донцем во всяком случае моим вот невозможно испортить рейку то есть изменить размер съем буквально какие-то сотки максимум десятка прикладываем планки и выдвигаем до ножа прижимаем рукой можно струбцинами кому как нравится я вот луч рукой и начинаем потихонечку снимать смотрим чтобы плоскость вся взялась вот в общем здесь зарезан был достаточно хорошо съем небольшой вот уже видно плоскость блестит все это от ножа переворачиваем другой стороной то же самое прижимаем к ножу и крепко держим все вторая сторона тоже готова в общем рубанок делает угол 45 и здесь делает 90 сразу два угла если он конечно правильно настроен вот настройка его это деталь очень важная этому нужно уделять внимание потому что от этого будет результат конечный вот таким образом он работает теперь сравним результаты вот это угол после обработки донцем практически щели не видно это у меня сразу после зарезки подвуз торцовкой в общем торцовка мне неплохая но здесь не 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 меряю 45 градусов просто уже сразу видно что щель небольшая есть это значит вот этого угла 90 градусов нет немножко то есть диск немножко увело вот щель но небольшая щель конечно все равно видно здесь этого нет я не думаю что нужно обсуждать нужен этот инструмент или нет каждый решает сам для себя кому-то нужен кому-то может быть скажет что я и войдусь из него вот но если кто решит сделать то обращаю ваше внимание самое главное это острота ножа и углы свои углы я вывел чисто экспериментально на самом деле я не знаю какие они должны быть вот 35 и 25 градусов не очень-то подошли на этом заканчиваю пишите отзывы спрашивайте будем отвечать всем удачи до встречи не много дополнительной информации для лучшего сцепления рейки с упорной планкой вот я рекомендую наклеить на планку наждачку некрупного зерна вот эта операция несложная но эффективная дальше наоборот для увеличить для уменьшения трения положи вот этой направляющей я рекомендую значит например смазать парафеном свечкой обычной растопить феном чтобы парафен впитался дерево и он там уже останется навечно и тогда рубанок будет скользить как по льду ну и боковые крайне то же самое вот ну вот и все что я еще хотел сказать дополнительно